Сегодня я нахожусь на месте памяти погибшим в теракте в Крокусе 22 марта. Не быть здесь невозможно. Мы пришли, возложили цветы, зажгли лопаду. Здесь очень много людей, тысячи цветов. Здесь произошло невероятное. Никогда в жизни бы не хотел находиться и вообще видеть это все. Вот это все, что случилось, оно объединяет нас всех очень сильно. Единение, много кориц, свечей, здесь есть много лопат, много детских игрушек. Сюда пришли разные люди совершенно из разных конфессий, из разных вероисповеданий. Это не имеет никакого значения, мы все едины. Единственное, что должно быть впереди, это понимание, что наша жизнь очень хрупкая. Нужно любить друг друга, помогать друг другу. Много людей проявило себя очень правильно. Сделало то, что они совет, не ожидали, что сделают. Большое им спасибо. Огромное человеческое спасибо. Помогали 15-летние парни, которые работали в этих квартиропах. А вы тот мальчик, который вывел 100 человек, да? Спасибо большое. Я думаю, от имени всех людей, которых вы спасли. Находясь здесь, здесь очень трудно. Здесь такие мысли, такие ощущения, от которых, от которых очень тяжело. Если вы можете помочь, помогать, если вы можете говорить об этом, говорить. Можно делать что-то. Это детские рисунки. Мы сегодня на разговорах о важном рисовали и затрагивали тему показки непосредственно теракта. И дети тем самым захотели выразить свои соболезнования тем людям, которые потеряли своих родных и близких. Рисунков достаточно очень много. Почти на всех присутствует самый главный символ – это пропусы. Как раз таки вот название пропус «Сити Холл». Дети старались. Безчеловечное непоправимое у нас в России. Такого никогда не было. Невозможно не прийти. Я здесь недалеко живу. Просто сотни раз думал о том, когда смотрел видео, что я бывал здесь сам не раз тоже. «Сити Холл» На протяжении последних двух дней возле фокуса образовался стихийный мембриал, когда люди приходят проститься с погибшими, мы ждем само горя. Беспокоиться за судьбу близких, потому что есть еще достаточно большое количество людей, чья судьба неизвестна, и люди находятся в состоянии надежды, ожидания, тревоги. Люди очень хотят поддержки. Они хотят понять, как пережить это горе совместно, как помочь. Очень большое количество людей обращаются с помощью. Как помочь? Как принять участие в разделении этого горя? Как помочь людям, которые находятся здесь сейчас, и людям, которые сейчас ранены, в больницах находятся? То есть как разделить это горе совместно? Специалисты Красного Креста находятся на месте ликвидации фактически с самого начала, фактически с момента непосредственно происшествия, а пункт по помощи страдавшим был развернут в чему? Два основных совета я могу вам дать абсолютно точно. Первое – это не оставаться своим горем наедине, не заключать его внутри себя, и стараться разделить его с близкими и родными. Любые переживания эмоциональные гораздо меньше травмируют нас, если мы можем ими поделиться. И второй совет – это никогда не бояться и не стесняться обращаться за профессиональной помощью. Сейчас работает огромное количество линий психологической поддержки, огромное количество специалистов подняты и задействованы для того, чтобы оказать бесплатную психологическую помощь всем, кому она нужна. Этого не надо бояться, этого не надо стесняться. Нужно звонить специалистам, обращаться к ним за помощью и переживать это вместе с квалифицированными людьми.